Картофель инноватор. Картофельный продукт под таким названием считается одним из лучших в мире сортом, применяемым при приготовлении картофеля фри, а также для термообработки в фольге. Обладая прекрасными характеристиками, картофель инноватор успешно выращивается как в промышленных масштабах, так и в частных фермерских хозяйствах. В данном обзоре можно ознакомиться с подробным описанием этого сорта, а также с особенностями его вегетации. История. Сорт инноватор инноватор был выведен в конце прошлого века селекционерами голландской фирмы HZPC Holland, занимающей одну из лидирующих позиций в мире по разведению семенного материала. Эта компания специализируется на культивировании и продажах элитных сортов картофеля в семенах и в готовом расфасованном виде. Его основные потребители – это супермаркеты, кулинарные центры и сети быстрого питания, ориентированные на производство чипсов и изделий типа «фри». В Россию сортовой картофель поступает в виде элитного семенного материала, производимого в филиале фирмы «Она» располагается в Ленинградской области. Картофель инноватор для того, чтобы исключить возможность его местного перерождения, а также поражения вирусными инфекциями в филиале. Отбирается только элитная продукция высшего сорта «Е-элита» или «А-1» репродукция. В 2002 году в городе картофель под наименованием «Инноватор» был включен в госреестр РЕФ по ряду регионов, после чего успешно прошел стадию стандартизации в Молдове, а также на Украине. Характеристики сорта Особенности инноватор картофеля Общая характеристика которого рассматривается в данном разделе – это его стабильно высокая урожайность. При этом период созревания клубней составляет порядка 75-85 дней. Для того, чтобы лучше представлять этот вид овощной культуры, желательно рассмотреть каждый ее агротехнический параметр в отдельности. Содержание крахмала в плодах соответствует показателю 15%. Масса полностью созревших клубней достигает 120-150 граммов. Их количество на каждом кусте колеблется в пределах от 6 до 11 штук. Форма клубни может варьироваться от овальной и слегка вытянутой до удлиненной. Имеющиеся на нем глазки отличаются небольшими размерами. Кожица у него на ощупь слегка шероховатая и не очень жесткая. Средняя урожайность этой культуры может составлять приблизительно 320-330 центнеров с гектара. Важное потребительское качество данного сорта – прекрасный вкус и не очень сильное расползание в процессе варки. Цвет кожуры у клубни этого овоща – кремовый, мякоть имеет цвет и желтый оттенок. Урожай района предпочтительного выращивания – это центральные черноземные области, включая Волговецкий регион. В процессе вегетации картошка инноватор чаще всего подвержена таким распространенным заболеваниям, как золотистая нематода и резоктониоз. Агротехника. Подготовка для высаживания картофеля сортовый инноватор использует отборные и предварительно проращиваемые на свету клубни, к тому же прошедшие дополнительную обработку биостимуляторами и антивирусными препаратами. С целью получения раннего урожая проращивания следует приступать примерно за 40-50 дней до момента высадки клубней. Порядок проведения этой процедуры выглядит следующим образом. Сначала семенные клубни раскладываются в ящики слоем толщиной примерно в 2-3 см. Затем они опрыскиваются водой, делать это следует не реже, чем 1-2 раза в сутки. Обратите внимание, в процессе проращивания в помещении должна поддерживаться определенная температура первые 7 дней порядка плюс 18-20, затем плюс 15-17 градусов. Спустя примерно 3 недели организуется отбраковка клубней, в процессе которой оставляются лишь образцы с уже сформировавшейся кожурой и полноценными ростками. Они укладываются в ящики с перегнуем и торфом обязательно ростками вверх. После этого они присыпаются той же смесью, затем процесс повторяется несколько раз. Обратите внимание, при формировании зоны проращивания общее число рядов не должно быть более 3 четвертых. Для последующего увлажнения отборных клубней рекомендуется использовать жидкий раствор минеральных удобрений. Высадка данный вид картофеля предпочтительнее высаживать в грядки, чуть приподнятые над общим уровнем земли, время для этого обычно выбирается в мае. При высадке клубней расстояние между соседними рядками должно быть порядка 70-75 см между клубнями от 25 до 40 см в зависимости от их размера. Дополнительная информация. Выращивать картошку рекомендуется на тех местах, где ранее произрастали бобовые культуры или многолетние травы, а также томаты, огурцы, капуста, луковые сорта, чеснок или перец. Сорту инноватор, подробное описание которого было рассмотрено выше, для хорошего прорастания требуются слабокислые, нейтральные почвы. Неплохой результат удается получить и на суписаных и чисто песчаных грунтах. Посадка картофеля при необходимости можно будет дополнительно обогатить их специальными кислотно-питательными составами, которые можно купить в любом специализированном магазине. На заметку, непосредственно перед высадкой в грунт вносятся минеральные удобрения, перемешанные с древесной золой. Уход традиционный уход за картошкой сводится к следующим обязательным процедурам прополка, а затем окучивание саженцев. Мульчирование и полив. Обработка пестицидами. Работы по прополке и окучиванию проводятся не менее третьих раз за летний сезон. Для предотвращения разрастания сорняков грядки опрыскиваются пестицидами. Первый полив картофеля привязывается ко времени появления соцветий. Во второй раз его поливают сразу же после прекращения цветения. Дальнейшие поливочные операции организуются по мере надобности, не допуская застоев влаги. Прополка картофеля – достоинства и недостатки. Основное свойство картофеля этого вида, привлекающее большинство любителей огородников, его высокая урожайность. Этот показатель возглавляет список достоинств растения, к числу которых также следует отнести морозостойкость и засухоустойчивость. Простота ухода, непредзательность к качеству грунта. У данного гибрида имеются и недостатки, к которым прежде всего следует отнести необходимость отбора и длительного проращивания клубней. К тому же этот сорт подвержен ряду заболеваний, для предотвращения которых приходится затрачивать много сил. В заключение следует отметить, что эта разновидность картофеля пока еще недостаточно распространена среди российских картофелеводов-любителей. Хотя в последнее время ему начинает уделять внимание все большее число фирм, занимающихся выращиванием этого продукта в промышленных целях. 0.0 VOT ARTICLE RATING Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова